Привет, не профессионалы и дилетанты. Меня зовут Александр Бубнов. И сегодня мы с вами посмотрим на очередной матч в ламках Бубновых образборок. Встречаются команды Венити и Дамы Фортуны. Вот такое название. И смотрим, что мы здесь видим. На начало качество я поставлю, чтобы вы что-то видели, потому что вот, все. А здесь ребята сами комментируют, так что мы их пока выключим. Ну или вот так вот, тихо-тихо пусть разговаривают, потому что мы их комментарии послушаем, когда будет что-то интересное. Вот, например, так. Интересный момент. Ну, здесь защитник Браво сыграл. Вот ребят надо послушать, что они в этот момент чувствовали. Да, потому что здесь очень интересное решение принял игрок. Да, вот смотрим. Стоп. Вот здесь. 90%! 90%! 90% школьников, которые играют в FIFA, да, что бы здесь делал школьник? Он бы пробил! Пробил бы прямо поворотом. Ну, вовратаря, скорее всего, да, пробил бы. И, ну, в лучшем случае, у обоих было. Потому что забить гол здесь очень сложно. Угол обстояло маленький, да, если вратарь не ошибается, да, то все. Это не опасный момент. Но что делает этот парень? Ты посмотри. Ты посмотри, что он делает. Он понимает, что отсюда забить гол будет очень сложно, да. И он отдает. Отдает. И здесь, ты посмотри, вратарь-то ошибается. Он выпрыгнул зачем-то. Он думал, что он сейчас убивать будет. А тут вот, смотри, как произошло, да. Ну, и здесь, конечно, не совсем ровный пас, да, не совсем ровный. Тут уже вот эти ребята, они все выключились, понимаешь? Вот. Ну, и этот с этим остались. И этот парень просто спасает ворот. Это, да, вот лучше всего, лучше всего момент характеризует вот это вот. Сейчас, подожди. Да, вот такие же чувства, я думаю, у всех, кто в подобной ситуации попадал. Здесь, здесь действительно это все очень и очень сложно. В таких моментах, таких моментах, ну, их надо реализовывать со мной с тобой. С другой, то, что эти моменты возникают, это уже надо сказать спасибо было. Потому что момент был очень сложный, да. Он нападающего, но он выкрутился, он за счет какого-то внутреннего чутья, да, там сыграл, понимаешь? И таких игроков на самом деле немного. Кто из такой позиции сможет реально что-то полезное извлечь без ошибок соперников. Потому что там и соперники тоже грамотно играли, да, они располагались как надо, понимаешь? Ну, как я понимаю, Венити это в белой форме команда, да. А Фортуна это красная, красно-черная. Так, ну и что мы видим? Что мы видим? По первым минутам преимущества нет ни у тех, ни у тех. Но Венити, так как момент создает, да, у них все-таки есть какой-то перевес. Мы ничего не пропустили. Я потихоньку вперед перематываю, да, где нету событий интересных, да. Ну и вот, смотри, что творится. Здесь следует ошибка, ошибка в обороне. Все упали, просто упали. Да ты понимаешь, что все, они уже проиграют этот матч. Я это уже знаю, потому что так нельзя. Подожди, кто так по разной голове? Вы забили, вы молодцы, но праздновать так, это кощунственно. Стоп. Перематываем. Стоп. Ну вот здесь. Уже сразу, уже сразу я вижу, что ускоряется вот игрок наверху, да. Ну, для вас наверху, по правому флангу атаки, да. Значит, левый защитник должен, должен поближе к нему стоять, потому что мало ли что может случиться. Здесь-то всех вроде разбирают, да, и не только на мяч смотрят, но потом что-то необъяснимое происходит. Вот здесь защитник ошибся. Он без скорости был. Этот на скорости его прошел. И что здесь неправильно, да. Во-первых, вот центральная зона. Ну ты сместись. И ты должен его встречать. Ты не на мяч должен смотреть. Здесь уже этот парень, он в любом случае рядом с ним, да. Пробить. Этот отсюда бить не станет. И вы должны понимать, что самое главное сейчас всех разобрать. И с этим уже начали играть. Молодцы, да. Ты, ты что делаешь? И ты что делаешь? Надо вот этого, вот этого прессовать, потому что понятно, что здесь... Вот здесь, вот здесь, ну уже, ну иди к нему. Рядом с ним играй. Но нет, видишь, он пробежал вперед. Момент уже упущен, да. И что мы видим? Мы видим удар головой с убойной позиции. Но и здесь тоже. Разбирай его. Ты зачем смотришь на мяч? Вот этот, по идее, рядом с ним, да, но он убирает. Он убирает, понимаешь? Ну ты должен, ну как раз таки, да, если вы на мяч смотрите, то следите за мячом. Чтобы... Ну и здесь все. Этот уже упал, потерялся. И здесь, естественно, догнали, забили, все. Ну вот это, конечно, это просто катастрофа. Это, как они травмы так могут получить, понимаешь? Ну и мы послушаем о мнении самих ребят сейчас по этой ситуации. Сейчас твои профи. Стой, 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 стой. Блин, блять. Просто не везет нам. Что можно сказать? Здесь не невезет. Нет, подожди. Не невезет. Вы должны лучше защищаться, понимаешь? Я уже сказал, что ошибка. То есть вы теряете игроков. Игроков нельзя терять. Тем более в такой ситуации. Я понимаю, что это сложно. Я Никиту Ковальчука тренировал когда-то, да? Он тоже поначалу терял игроков. Его даже в Англию сослали в аренду, да? Вот. Но сейчас, сейчас он у меня там все ноги отрывает, понимаешь? И если надо, он как немецкая овчарка цепляется, понимаешь? Вот. И здесь не в том дело, что... Ну, здесь вы... Вот. Не в том дело здесь. Не везет, понимаешь? Везет, не везет. Это бывают такие ситуации, да? ДК-шеты какие-то случайные, да? А здесь была четкая атака. Но вот смотри, оп, молодцы. Молодцы, что вы не раскисаете после таких голов. Потому что многие, они отдают инициативу соперникам. А тут эти, видишь, сразу пошли в атаку. Ну, и вот сейчас хорошо сыграно, да, в обороне. Потому что могут, могут. Я вижу, что в Ваните более организованная команда. И атаки у них более организованные проходят, да? Но защита, защита тоже не должна спать, понимаешь? И иногда бывает, что сопернику везет. Ну, вот это вот что? Ладно, здесь он... Ну, плохой был перевод, заброс вперед. Это было плохо. Но вы не должны терять игроков. Не должны. Ну, по минимуму. А тут два раза потеряли. Два раза. Два раза потеряли, понимаешь? Не один, а два раза за одну оборону. Ну, вот куда ты даешь? Ну, вот это вообще... Такие ошибки это тоже... Это тоже минус. Но это уже следствие потери концентрации какой-то. Ну, ладно, соперники-то у вас тоже как-то не очень дорожат мячом. Ну, куда? Защитник ошибся. У красных, да? Сейчас это было хорошо видно. Ну, бывает, переклинило, парни. Переклинило. Хотя клинить не должно профессионалу. Ну, вот, перехват. Ну, опять, 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 стоп. А вот мне интересно, что ребята сказали. Не сильно матерились в этот момент. У него пошел. Красавец, да? Купер. Да, вот так вот. Прессинг хороший, оказывается. Да, вот здесь вот давление в этой зоне. Оно очень сильное и вынуждают ошибаться. Молодцы. Правильная тактика. Вы проигрываете. Вы должны вынуждать ошибаться. И вот следочки такие навесы, да, это показатель. Конечно, это брак. Стоп. Передачи. 73 на 74 в пользу Фатумы. Ну, ладно. Они гол забили, но вряд ли из-за этого одного процента. Вот. Но то, что я вижу, то, что я вижу, это явное преимущество. Преимущество Венетти. Они грамотно, грамотно прессингуют. Видишь, все. И атаки прерываются, когда они начинают работать с мячом, с соперником с мячом. Да, вот, смотри. Хорошая атака. Но защитник индивидуально хорошо сыграл. Пошел вперед. Но все нормально. Нормально. Хорошо. Но и мяч уходит. Ладно. Так, как я понимаю, это конец первого тайма, да, уже? И мы видим, что Венетти пытаются продолжать атаковать, да, знаешь, давить, давить. И вот у них это получается, в принципе, давление создавать на оборону. Но нету вот этого паса, проникающего, решающего, который доведет ситуацию до суперопасного момента. Вот, ну что здесь, столкновение. Так, ковырялись. Ага, перелычно. Ну-ка, что ребята говорят по тактике? Что они говорят? Глазами посмотрели. Можно? Давай с ним. Сложно, если, ну, переведите право-лево, там, раскиньте. Можно растянуть. Блин, ну, Илюк, смотри, два одинаковых момента. Ну-то, везет кому-то нет. Да, 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 да. Опять они о везении, о невезении, да, заговорили. Давайте посмотрим тот момент, да, в начале, который был у Ванитти. И посмотрим, в чем там ошибка, вернее, стоп. Здесь ошибся защитник, совершенно точно, да. Ну, вот пошел выход. Но здесь... Ну, подожди, я проглушу звук, да. Здесь, нет, здесь. Да, вот здесь, стоп. Во-первых, во-первых, здесь индивидуальное мастерство больше решило, да, чем ошибка ваша. Там ваши ребята без скорости стояли, да. И здесь всего два человека ваших штрафной. То, что получилось, вот это исполнить, да, это огромное везение. Это везение, понимаешь? И защитник, защитник его не бросил. Понимаешь, в чем дело, да? Здесь не надо говорить, повезло, не повезло. Здесь чисто выбор позиций, это называется, да, у защитника. Вот этот проиграл позицию, да. Но зато, зато, вот он, он не на мяч смутит. Он уже, он уже понимает, что надо ворота защищать. Потому что вратарь-то прыгнул. Видишь, он видит, что вратарь прыгает. Он видит этого на ударной позиции. Он понимает, что ворота, ворота надо занимать. И вот здесь он, оп, и отбивает. Может быть, случайно это, конечно, да, в какой-то степени. Но он не бросил, он не бросил одного игрока. И вот в этом разница. Если бы вот этот вот отдавал более нацеленную передачу, но в той ситуации у него не было такой возможности, да, тогда, тогда там был бы голый 1-0. Потому что тот явно не успевал, опять же, да. Но этот отдал плохую передачу навесную. Этому пришлось бежать, понимаешь? И там уже успел защитник подсуетиться. А у вас там все по-другому было. Вы недоработали в обороне, понимаешь? И вот в этом, вот в этом ваша проблема. И причем дважды, дважды недоработали. Вот. Но это не повод опускать руки, потому как по мне первый тайм все-таки, несмотря на больше брак, все равно заваните. Ну вот они продолжают свою тактику, вот эти забросы, забросы делать, да. Но не всегда проходит, не всегда проходит. Здесь главное понимать, что и зачем ты делаешь, да. Тики-таку же не каждая команда может играть, да. У кого-то тики-така превращается в катание яиц на своем поле. Вот. А здесь, ты посмотри, да. Ну, прессингуют, правильно, да. Но то, что происходит потом, это вообще непонятно. То есть мяч отнял, уже который раз я вижу, да. Мяч отнял. И вместо того, чтобы развивать атаку резко, да, что мы видим совершенно другой. И вот сейчас молодец. Молодец, защитник. Я думал, сейчас упадет и потеряет контроль над мячом. Нет, он справился. Удар дальний. Но мяч, мяч сохранили. Правильно, правильно. Хорошо. Удары это хорошо. Это надо бить. А то, как Гвардиола, да, в Баварии 80% мячом владеет. И один удар за мяч на ночь. Понимаешь? Но это сильные команды. Нет, он закрывает. Технико-тактические действия решают в большинстве случаев. Но это же надо тоже смотреть, как ты эти технико-тактические действия залабатываешь. Понимаешь? А здесь подожди. Вы обратили внимание, да, судья-то? Чьи, чьих цвета? Так что вы не рассчитывайте на то, что вам он штрафные будет ставить, то, что здесь вот лежит, да, человек? А судья, он за них. У них 12 человек. Вот так, что-то произошло. Я никуда не нажимал. А, травму показывают, да? Травму показывают. Никит, беги назад. Давай. Или от Хандор. Лей. Ребята явно расстроились из-за травмы. Но надо за товарища томстить. Голы надо забивать, понимаешь? Голы надо забивать. Ну куда ты даешь? Давай! Да что он делает, задолбал? Тихо, подожди. Что там было вообще? Что он там делал? Что такое? Где он упал? Я не понял, подожди. Что здесь на угловом? Нет, там, может, это... Растеряйчик можно? Как тогда? Нет, там закрывают. На дальней, смотри. На дальней, дальней. Ну хотя как вы сейчас передаете? Дальней тоже закрыли. А, столкновение было, все, там он после углового. Да блин, зачем он сразу не прыгнул? Да ну иди ты, что он там делал? Обязательно боится. Блин, что на мяч и обороты что-то ждет. Сломаный у нас, что там, перед. Сломаный. Блин, да. Никита там сломаный. Никита там сломаный. Никиту пломали, да, суки? Ну ладно. В футболе всякое бывает, да? Но да, играет, надо смотреть. И вот в этот момент, конечно, тоже показательно. Ну что он делает? Задолбал. Да, что ты делаешь? Задолбал. Потому что такие удары, ну это куром насмерть, понимаешь? Куром насмерть. Продолжаются атаки через центральную зону, ну и в конечном счете, да, одна из них проходит. Суперопасный момент и точка. Да, судья-то подсудил все-таки, да. Давай посмотрим, что к этому привело. Ну, во-первых, во-первых, атака 4 в 4. И здесь профессиональная команда в таких ситуациях она уже до гола может довести. Потому что защитник, у него меньше преимуществ, чем у нападающего. Потому что он не знает, что он нападающего задумал, да. Здесь защитник молодец. Он вроде бы отнимает, но ты посмотри внимательнее. Раз, два, три, четыре игрока. Четыре игрока. Опережают. Опережают. И остается 4 в 3, да. Тут он отдает грамотную передачу на фланг. Опять смотрим. Раз, два, три. Ты куда ты смотришь-то на свои ворота? Ты сюда иди, понимаешь? Чтобы на дальнюю можно было подать. Но вместо этого он только сейчас сообразил, да. Что надо делать? В результате там столкновения, прыжки и вот пенальти. Непонятно, зайгу рукой, по-моему, да. Ну-ка, ребята, ну что? Ладно. Я в первом круге им забил, разочек. Им, да? Не забил. Им я забил. Андрей, вот видите, я о чем говорил. Как ты заброшу? Ну, типа он сбил его. Ха-ха-ха, что же столкновение. Сейчас смотри, забьем. Так, ну ладно, в пенальти. Звать! Написано, выходит из игры какой-то лох. У меня закрыт. Привет, это ферня. Ну, здесь я советом давать не буду. Тут или забиваешь, или нет. 1-1. Хорошо. Да! Мы забили, пацаны. Все, тут кто-то а лезгинку танцует, кто-то умер. Рано, ребята, умирать. Рано. Давай, давай, давай. Ну, и сейчас вот на кураже, на кураже, конечно, пойдут вперед ваните. И в защите уже игра стала получаться. Конечно, когда ты забиваешь гол всегда так. Ну, вот моменты снова возникают, да? Пас плохой, а если бы был хороший, подожди. Подожди. Стоп. Стоп. Вот смотри. Если бы этот пас прошел, опять та же ошибка. Вот с кем он играет? Вы мне скажите, с кем? Ну, ты поближе к нему стой. Потому что сейчас, сейчас пойдет передача. Вот здесь была передача, поточнее, да. Навес, удар, гол. Все. Все. Понимаешь? Это был бы гол чистейший. Вот смотри, никто не держит. Этот уже поздно. Он увидел, что тот один остается, да? И все. Так, подожди. Я случайно тыкнул не туда. Это где-то вот здесь. Да. Так дела не делаются. Так дела не делаются. Здесь надо играть более аккуратно в обороне. И потом не надо говорить, что там не повезло. А видно, как везет, как не везет, да? Вот с шипаного. Здесь судья уже реабилитировался, понимаешь? Запинать. Здесь вообще. Но здесь было нарушение правил с муточкой. Ну-ка, ребята, с вашей тоже было? Ну-ка. Так. Ой-ой-ой, ну что за херня, блядь? Это просто что за херня? Пиздец вообще. Ну да, я в принципе согласен, потому что он там сбил его. И если мы посмотрим, еще разок, да? На этот момент. Так, подожди. Но в ноги! Я бы не сказал, что в мяч, по крайней мере, нечисто сыграл. Если бы после этого был бы гол. А здесь опять, опять, опять все потеряли. Ну ладно, здесь они думали, что фол. Но играть в любом случае надо до конца, да? Ну опять стоят! Штрафной стоят! Одни! Не должно такого быть! Не должно. Эти за пределами штрафной. Вот смотри, здесь пасутся. Смотри, это судья или игрок? Да не важно. Да, ну один из них точно игрок. Ну иди к нему. Вот сюда. Вот почему никого нету? Это же, знаешь, дальний удар. Там Колодин, пушка страшная. Слышал? Возьмет и забьет. Все. Ну и вот здесь, да, тоже удар пошел. Что за пиздец вообще? Это пиздец. Да, но при Бескове за такое бы защитникам досталось. Потому что нельзя так оставлять, нельзя так бросать штрафной. Нельзя. Даже если там вы вне игры делаете фол, увидели, что судья не заметил, да? Все равно играйте, разбирайте и в штрафной. Это золотое правило для защитников. В общем, дело. Ну там, ладно, куча мала. А здесь вратарь поймал, поймал мячик. Ну ладно. Продолжаются атаки, да, без центрового поля, игра. Ну и что здесь такое? Ну вот, защитники, смотри. Стоп! Стоп! Вот я уже вижу, да? Вот здесь. Как сильно ошиблась оборона. Сейчас, подожди. Вот! Вот, смотри. Никого! Совершенно никого! Вот этот куда-то уходит вперед, как будто он марафон там бегает. Смотри, ну вот. Ну это просто, это просто безобразие, катастрофа в обороне, представляешь? Да, вот. Но скати ты ему, ему скати, и он будет забивать. Ну ты сам пробил, забил, ну на мастерстве. Забил, значит обвинение с тебя снимается. Но Бесков, Бесков бы все равно сказал, ну что ты делаешь, дружок? Потому что... Это от чего отлетело-то? Ни снис, ни снис, нет ни. Ну, гадач! Хорош! Хорош, хорош. Это удар был мастерский, профессиональный, да? Но если есть у тебя удар, тебя бы и Бесков не критиковал. Да, я же не знаю ваших, как бы, качеств, как игроков. Умеешь, значит молодец, правильное решение принял, забил гол. Но если бы не забил, если бы не забил, да? Бесков бы сказал, что ты творишь? У тебя партнер, он свободный. Ну, здесь вот этот защитник мог прерывать, да, передачу. То, что они там ошиблись, это 100%, это я уже сказал до того. Да, потому что видно было, видно было, насколько один фланг был пустой, понимаешь? Так, стоп, вот здесь был какой-то момент угловой, да? А после чего угловой? Тоже был момент. Пас идет, обогнал здорово, но здесь все. Ну, здесь ничего опасного не было, да, как говорится. Посмотрим угловой, как вы разыгрываете, подаете. Подача имеет смысл, но там мало игроков, штрафной. Но это совершенно не то. Ну, у них, у вратаря, видели, да? Вратаря валидол. Ну, кто ставит на ворота человека с таким ником? Вы подумайте, у вас спокойной жизни в обороне не будет, потому что этот валидол, ну, хуже только Писяковым его назвать, да? Тогда бы все было еще хуже, еще печальнее. Ну, сейчас Спартаку, кстати говоря, и без Писякова там плохо приходится. Пашок побежал. Ну, давай, Пашок. Нет, куда? Куда ты, Пашок, побежал? Ты бы хоть головой-то подумал, прежде чем бежать. Ну, смотри, опять, ну, вы зачем Пашку пасуете? Он вам атаки порит, а вы ему пасуете. Вы что, ребята, опомнитесь. Вот опять Пашок. Ну, Пашок этот раз исправился. Да, посмотри, еще раз пас Пашку. Ну, сейчас Пашок запорит. Запорит. Ну, ну, что ты, Пашок, делаешь? Ну, это на удачу. У меня так, этот, Чедышев, сгодный забил. Попугатель. Ну, если вы смотрели этот матч, то помните. Ну, вот Пашок, может, посмотрел, думает, а я тоже как Дениска хочу. Спокойно, ребята, спокойно. 90 минут. Никуда не торопимся. Куда ты бегаешь? Отпускай, выноси. Хорошо. И вот владение мечом, видишь, так же тики-така от Фортуны какая-то. Почему они впереди по владению, не знаю, но все. Все, победа, можно сказать, волевая, да? Но... Просто, просто с таким составом. Это почти... Да нет, неправильно, не с таким составом, а с такими приключениями. Да, с такими приключениями. Ну, должен сказать по поводу приключений, да? Приключения-то вы сами себе сутали. Но, с другой стороны, с другой стороны, молодцы, что отыгрались. Потому что характер у команды есть. Если они дожали такие соперника, да? И судья, судья тоже там, ладно, пенальти поставил. Он как-то реабилитировался, да? А до этого было видно, что он подсуживает. И вот тот момент, тот момент, когда он подкат не заметил, и не просвистел, понимаешь, там мог быть бы гол, да? Но случилось, как случилось. Вот такая разборка на сегодня. Спасибо за просмотр. Удачи и до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok